друзья всем большой привет меня зовут фил это честный блог после того как я сделал два видео а именно рассказ про htc u12 plus а также после того как я сделал видео в котором я рассказал как же современные фотофлагманы снимают концерты и звук с концертов у меня появилось желание и появились люди которые говорят филипп а с ними пожалуйста сравнение 6 12 плюс с предыдущим флагманом htc u11 и на тот момент у меня не было еще 11 и я так подумал ну да это честно говоря будет правильно снять сравнение этих телефонов и что самое интересное я htc u11 взял в руки после htc u12 то есть предыдущий флагман я взял после современного сегодня я хочу их сравнить вот они у меня два здесь лежат первое что хочется сказать компании 6 и как вы знаете на данный момент себя чувствует не очень хорошо я бы так сказал то есть продаж смартфонов падает выпускают хорошие продукты об этом мы поговорим но вообще можете посмотреть внизу и ссылочка на мой ролик по htc u12 плюс мне очень понравился телефон одна вещь которыми не понравилось это цена в 65 тысяч рублей причем найти в комментариях появляются такие сообщения типа филипп а что такого 65 тысяч рублей ну и что что есть телефон хуже что ли чем samsung или iphone или еще что почему он должен стоить дешевле ответ очень простой samsung и iphone и за 60 70 тысяч рублей покупают а htc не покупают именно поэтому как мне кажется должна быть цена какая-то более лояльная тот же самый huawei по 20 про стоит дешевле так что тут мне кажется есть чем подумать но не суть вообще с компанией htc я с самого начала то есть первый мой android телефон был htc hero поэтому у меня особое отношение к этой компании особенно теплое отношение к этой компании это два ярко выглядящих телефона htc u12 плюс здесь вообще прозрачная крышка до прозрачная и htc u11 здесь не прозрачная крышка но увидите какая она стеклянная и все отражает и в целом это выглядит очень-очень прикольно но мне кажется вариант с двенашкой поинтереснее вообще вы знаете когда я попользовался вот этим телефоном потом взял руки htc u11 я подумал блин так он же тоньше ничего себе то есть u12 плюс толще чем u11 плюс и я честно говоря себе немножко не поверил я зашел и посмотрел спецификации и да действительно htc u12 толще 8 и 7 миллиметров а этот 8 и 5 миллиметров что самое забавное да и я бы сказал они немножко разные по форме здесь более покатый корпус а на двенадцатом более квадратный корпус и поэтому он в принципе чувствуется более кирпичным но что самое интересное представляете здесь аккумулятор больше чем в двенашке то есть в двенадцатом три с половиной тысячи миллиампер часов в одиннадцатом 3 930 тысяч миллиампер часов и вообще знаете в некоторых моментах произошел некий downgrade и меня это честно говоря удивило корпуса влагозащитные корпуса красивые но корпуса бьющиеся ломающиеся и вообще царапающиеся я вам посмотрите вот здесь на бликах видно причем u12 плюс гораздо больше даже поцарапался нежели u11 при том что эти телефоны разделяет полгода выпуска конечно же точно можно сказать что htc u12 плюс выглядит более современно да то есть тут более небольшие рамки сверху и снизу 11 он такой знаете более вот стандартный телефон там из прошлого и здесь форм-фактор 16 на 9 здесь форм-фактор 18 на 9 я уже говорил 18 на 9 держать точно удобнее но при этом редактировать фотографии гораздо удобнее на 16 на 9 за счет того что здесь есть ширина экрана вы можете сказать ну так разверни вот так вот и редактируй нет на самом деле так не работает в htc u12 плюс используется некий аналог таптик энджин то есть это не просто обычный вибромоторчик а то что у вас да так утром будильник тут такое приятное постукивание как из айфона воды в 11 версии все по классике вот это лежит телефон на столе давайте сразу поговорим про экраны этих телефонов выставляем ясное дело на максимум автоматический режим выключаем и я в своем обзоре про htc u12 плюс уже рассказывал что здесь экран не сильно яркий причем что это экраны которые построены по одной и той же технологии lcd но при этом на htc u11 экран ярче это прямо открытие такое и неожиданно потому что все обычно вы же знаете все обычно делают телефоны лучше чем предыдущие но нет здесь не все так просто если вот так внимательно посмотреть на экраны возможно это мой взгляд так видит но htc u11 ярче и контрастнее чем htc u12 если экраны наклонить то в целом вы знаете они достаточно быстро теряют как мне кажется на свою яркость вот так если сравнить подвигать давайте ради интереса мне здесь есть просто чтобы просто для сравнения мне здесь есть p20 pro давайте посмотрим как он выглядит понятное дело что здесь супер амолед дисплей но так или иначе да ну здесь белый цвет все-таки поярче на супер амоледе huawei p20 pro и здесь такой знаете более серый на u12 более серый цвет и при наклоне он быстро теряет яркость а супер амолед яркость оставляет поэтому не знаю почему компания 6 выбрала супер lcd как экран но так или иначе но вообще экран здесь выглядит очень приятно тонкие рамки по бокам и сверху снизу тоже очень тонкие рамки htc u11 здесь все как и обычно разрешение на экранах одинаковая 1440 на 2880 кстати несмотря на то что здесь не супер молит экран а lcd здесь любом случае есть always on display да это достаточно неожиданно но он есть и показывает время это интересно на 11 версии такого не было важный момент что в 12 версии на экранные кнопки а в 11 версии здесь кнопки как всегда внизу были всю жизнь расположены у htc разговор про систему 835 снэп дрэгон 845 снэп дрэгон и это здорово что на плане htc всегда в свои флагманы вставляет снэп дрэгоны которые люди в общем-то очень любят и вставляют топовые чипы они такое знаете такой на четверочку они на пятерочку это мне кажется очень сильно важно 8 android стоит на поле телефонах и на htc u12 плюс скорее всего прилетит еще android 9 что касается системы мне всегда нравилось быстродействие аппаратов от htc как они работают как они быстро откликаются на действие но давайте посмотрим сравним на самом деле скорость открытия приложений все предельно просто как всегда итак давайте сравним быстродействие этих смартфонов инстаграмм youtube фейсбук это забавно что какие-то моменты 11 работает быстрее чем 12 давайте посмотрим приложение висят ли у нас в памяти нормально или запускаются 100 грамм без перезагрузки youtube тоже без перезагрузки с памятью работает все нормально но по быстродействию да мне кажется есть вопросы теперь давайте сравним аудио возможности этих телефонов открываем youtube чик как всегда это у нас был двенадцатый а это у нас один двенадцатый один ну точно звук на htc u12 лучше и стерео кстати реализовано получше потому что но звук получается такой более равноценный из верхнего и из нижнего динамика здесь на 11 чувствуется что здесь звучит что-то сбоку и вот то из верхнего динамика доносится еще какая-то часть есть такое некое разделение звук получше на 12 что касается памяти то здесь есть версии на 6 гигов оперативки есть версия на 4 гигабайта у 11 что касается нагревания этих процессоров то 12 греется как мне кажется больше чем 11 есть еще такая фишка вы знаете что здесь нажимаешь по краям это такая фишка htc и что-то происходит вот сделать скриншот а здесь у нас на одиннадцатом запустилась камера эти функции вы знаете настраиваются и внизу можете еще раз посмотреть ролик в котором я рассказываю про htc u12 плюс как работает это вот сжимание единственная важная вещь это в том что в 12 версии я бы сказал очень много ложных нажатий то есть тогда когда ты не хочешь чтобы что-то произошло это все равно происходит например когда ты вот делаешь касаешься сбоку и появляется вот такое контекстное меню очень часто это не нужно очень часто это получается как-то вот вдруг случайно я совсем этого не хотел так что в эту функцию надо под себя хорошо поднастроить чтобы она работала хорошо в 11 версии функционал был поменьше вот так просто постучать по боку нельзя было контекстное меню не вылезала поэтому просто сжимаешь там получается фотография или скриншот или запускается камера здесь все попроще и мне кажется вот это попроще она получше на самом деле что касается разблокировки смарт-тонов и 12 11 есть возможность разблокировать при помощи сканера и мы ска сравним скорость разблокировки а также в 12 версии естественно как у всех современных телефонов есть возможность разблокировать по лицу давайте проверим эту функцию чтобы не быть голослов лицо не обнаружено обнаружено лицо обнаружено чем видите насколько быстро это происходит разблокировка например у meizu 15 происходит это подольше и разблокировалась а боком а боком а боком уже вышло нам это боком так ну вот так окей но берите все в целом хорошо разблокируется мне нравится как это работает давайте сравним сканеры этих телефонов раз два три на 12 быстрее раз два три в общем на двенадцатом сканер срабатывает немножко побыстрее это хорошо теперь давайте поговорим немножко о грустном потому что как я уже говорил в начале видео поменялось количество батареи в телефонах здесь почти 4 тысячи три с лишним 3 930 а здесь три с половиной тысячи миллиампер часов и поэтому честно говоря вполне ожидаемо двенадцатый телефон быстро разряжается ну то есть быстро это за четыре часа если посмотреть на скриншоты которые я делал то здесь мы видим что на 11 остается 16 процентов и телефон проработал пять часов с экраном а на 12 остается пять процентов а телефон проработал три часа 37 минут это знаете такой уровень galaxy s9 и это плохой уровень я уже рассказывал что galaxy s9 плохо работает аккумулятор в моем представлении htc и 12 плюс до аккумулятор работает именно плохо то есть тут это не четверочка это даже на троечку к сожалению это так обратите внимание если собираетесь покупать винашку powerbank должен быть всегда с вами это сто процентов в обоих случаях используется система quick charge 3.0 то есть телефоны заряжаются в принципе достаточно быстро я думаю что мы готовы к главному сравнению сравнение фото возможностей вообще компании чтси является одной из первых который в принципе интегрировали двойную камеру в телефон это было давным-давно вы знаете там еще не было эффекта боке и всего остального но уже работали htc с двумя камерами потом значит была одна камера как здесь в одиннадцатом и в двенадцатом уже у нас две камеры я бы сказал что камеру проапгрейдере очень хорошо портретный режим работа очень прикольно я об этом видео делал внизу и ссылочка про мой рассказ htc и 12 плюс но давайте сейчас сравним все-таки фото и видео возможности этих двух телефонов как всегда перемещаемся в нашу лабораторию так друзья погнали фоточки 12 плюс фоточки 11 плюс начинаем с такой приятный вечерний фотографии если посмотреть вот так вот издалека можно сказать что одиннадцатый отработал чуть получше режим hdr да видите что более светлые части чем здесь давайте посмотрим что там внутри но бы детализации лучше ситуация у двенашки получше чем на 11 и количество шумов тоже на небе на 12 меньше чем на 1 но в целом картинка на 11 была более яркой чем на 12 еще одна фотография достаточно сложная потому что здесь есть темный фон и достаточно светлые объекты внутри него смотрим но здесь по детализации примерно все одинаково но количество шумов на 12 меньше чем на 11 особенно здесь хорошо видно что прямо появляются такие шумы на 12 здесь шумов нету ну и на мгновение по четче то есть например фонарики здесь разделены а на одиннадцатом не разделены это у нас совсем темнота и здесь можно заметить уже прямо на этой фотке огромнейшее количество шумов которые здесь есть и на 12 и на один просто огромнейшее количество шумов давайте увеличим посмотрим можно ли сказать что какой-то из смартфонов сработал лучше но оба они сработали ужасно наверное кстати 11 чуть-чуть получше получился чем 12 ну и чтобы честным что эта фотография получилась прям очень плохой посмотрите эта фотка на п 20 про смотрите шумов вообще не вот вообще нету шумов сама картинка выглядит примерно на самом деле одинаково вот количество шумов которые есть на 12 они просто зашкаливают эта фотография в помещении человека собственно достаточно часто фоткаем людей помещение давайте визуально так не сказать какой лучше давайте увеличим посмотрим я бы сказал что по детализации вообще практически одинаково получилось да кожа вот видно она примерно одинаково но шумы опять же на одиннадцатом есть шумы на двенадцатом шумы здесь подавлены картинка выглядит приятнее кожа выглядит ровнее лучше эта фотография сделана в 4 утра здесь все непросто ну давай смотреть детализацию хотя вижу что шумов уже вот здесь на небе гораздо больше на одиннадцатом чем на двадцатом чем на двенадцатом здесь ситуация немножко двояко и потому что если посмотреть на дома детализация примерно одинаково а если посмотреть на растение то посмотрите деревья на одиннадцатом лучше детализированы чем вот эта каша на двенадцатом но при этом на двенадцатом мы видим шумов меньше а на одиннадцатом есть шумы вот тут наверху на ней ну в принципе более шумная картинка вот нас видео вечернее время суток что мы здесь видим мы видим что стабилизация есть на обоих аппаратах но на одиннадцатом она знаете немножко такая дергающаяся и поэтому картинка немножко двоится когда происходят шаги на двенадцатом все получше я бы сказал сейчас я пойду и видно что 12 лучше держит одиннадцатый чуть-чуть дрогается и я щас побегу и на одиннадцатом картинка совсем будет размазываться на двенадцатом тоже но чуть чуть получше в целом разница не велика в прошлый раз когда я записывал видео с концертов было достаточно много споров потому что на двенадцатом очень много было шумов и очень много было сранья в звуке если послушать вот это просто возможно прилетала прошивочка новая и немножко все обновилось и если сейчас послушать 12 то он звучит неплохо можно включить 12 звучит неплохо то есть нормально звучит пишется хорошо стерео если включить этот звук на одиннадцатом то слышно что на одиннадцатом подстирает камеру в плане записи мы видим что по фото возможностям смартфоны примерно одинаковые есть проапгрейджность по всем частям в 12 версии но двенадцатой версии есть портретный режим которого нету в одиннадцатой версии и поэтому двенадцатый может делать вот такие классные фотки с размытием заднего фона классно размытием заднего фона просто очень-очень классно и это конечно просто очень сильно покупает посмотрите мне очень сильно нравится здесь тоже на пляже молодцы портретный режим делали очень-очень хорошо ну если подвести небольшие итоги нашего разбора полетов то шумная картинка на одиннадцатом превратилась в менее шумную картинку на 12 по детализации мы видели что в темноте даже где-то лучше на одиннадцатом получается в целом в других сценариях все стало немножко получше видео пишется получше звук пишется получше и плюс классный просто очень классный если не самый лучший среди смартфонов на данный момент портретный режим ну и более подробное сравнение фото возможностей 11 плюс не 12 плюс я сделал а в отдельном видео можете внизу в описании найти ссылочку посмотрите ну и пару слов о цене до финальная часть сценой все очень и очень непросто потому что эти телефоны достаточно дорогие чем дорогая как версия 11 так и версия 12 ну то есть дорогая это я когда говорю например 12 за 64 гигабайта стоит 54 тысячи 55 59 это официальная цена что касается 11 версии здесь цены начинаются от 40 тысяч рублей вот центр связи 42 короче прошлогодний телефон стоит 42 тысячи по минимуму и это но дорого да если посмотреть например на galaxy s8 или galaxy ноут 8 то там вариантов честно говоря побольше но я уже говорил давно вопрос цен у htc он открыт мое мнение цена могла бы быть немножко пониже чтобы быть более конкурентоспособным но такие же цены и в европе честно говоря ну друзья давайте подведем небольшие итоги htc u11 plus htc u12 plus в моем представлении если вам например нужно обновиться htc с htc 11 до 12 в целом можно продать 11 за там 30 с лишним тысяч и добавить еще до 1015 и купить 12 в этом смысл есть если выбирать между покупать между 11 и 12 конечно же 12 особенно потому что здесь крутая камера не секрет что современные телефоны очень многим похоже но все отличаются именно камеры именно тем как работает фото и видео поэтому здесь конечно же мой выбор однозначно за htc u12 plus по быстродействию вы видели что все одинаково где-то даже побыстрее и 11 что касается батареи 11 опять же по батарее лучше в общем вот такой нужен компромисс либо вам нужна камера и вам нужна батарея если вы хотите фотографии с боке тогда вот это если вам с боке не надо но можно и вот это хотя на в ночь в фотке вы видели тоже так себе огромное спасибо за то что посмотрели этот обзор и надеюсь что я смог прояснить вам ситуацию с htc u11 plus и u12 plus я надеюсь что вы сможете выбрать тот девайс который вам нравится этот девайс который вам по карману меня зовут фил это честный блог впереди и другие сравнения особенно я сделаю сравнение камеры этих телефонов так что не пропустите увидимся пока